Доброго времени суток, дорогие телезрители! В эфире телеканала Семей вы смотрите программу интернет и с вами ее ведущая Талшин Шакардхан. В данной программе мы собрали для вас видеоролики из социальных сетей, которые были сняты вами, то есть жителями нашего города. Как всегда мы затронем актуальные проблемы, которые то и дело возникают у горожан. Ну что ж, начнем! Субтитры делал DimaTorzok Твердые бытовые отходы – один из важных загрязнителей природы. Субтитры делал DimaTorzok Эта проблема тянется много лет. Жители сами мусорят. Мешки с мусором оставляют под деревьями. Пакеты не доносят до контейнеров. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Мусор сам по себе не появился. Люди сами выбрасывают. Нужна дисциплина – убирать за собой. И детей учить этому. Власть тут ни при чем, так что начнем с себя, с семь – выйти и убрать. Это показывает чистоплотность местных жильцов. Не ждите, что кто-то за вас уберет. Организуйте субботник. Привлекайте детей к уборке территории, чтобы ваши дети тоже не ходили по этому мусору. Здравствуйте! Все никак не было времени сходить в наш обновленный парк. И вот сегодня и погода, и суббота. Ребенок решил покачаться на качелях. Залезла и упала. Ладно бы, если настил какой-нибудь был. А под качелями – камни, гравии. И вот результат. Качели не предназначены, не закреплены. Я хочу спросить тех, кто готовил парк к приему детей. Вы своих детей тоже туда водите? Люди жалуются на комаров. А тут результат рук человеческих. Пока все косяки будут исправлены, наши дети будут вынуждены страдать. Пожаловалась жительница города. Дом на доме. Новые застройки – это хорошо. Ничего не имею против. Стройте чуть дальше. Зачем на нашей детской площадке? Я живу в этом доме 25 лет. Некоторые жильцы живут 30-40 лет. У нас у всех есть дети и внуки, которые играют во дворе на детской площадке. Но на месте детской площадки собираются построить многоэтажный жилой дом. Тогда у нас не будет двора. Будет стоять дом и сразу дом. Хотя мы собрали более 80 подписей жильцов, согласовали с архитектурой. Хочу спросить, правильно ли забирать у детей детство? И так жалуемся, что в телефоне дети. Пожаловалась еще одна семичанка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова На Шакарима Бая снова не функционирует светофор. На следующем видео мы увидим молодого человека, регулирующий движение. Мнения жителей разделились. Излядь не говорят о том, какой он молодец. Другие ругают за пренебрежение собственным здоровьем и обеспокоены тем, какое наказание следует за таким поступком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Действительно, во многих улицах иногда перестает работать светофор. В связи с этим просим жителей быть убудительными и перед тем, как пройти дорогу, хорошенько осмотритесь по сторонам. Особенно молодые мамы с ребенком в коляске, а также дети, так как аналогичных случаев происходило немало. Молодые актеры театра великолепно исполнили песню известного композитора, короля казахского вальса Шамши Колдаякова. Давайте вместе послушаем и оценим творчество замечательных гостей города. Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А сейчас немного милоты вашему вниманию или же романтики в небе. Житель города Семея сделал предложение своей возлюбленной на борту самолета, осчастливив девушку и подарив положительный заряд эмоций всем пассажирам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так мило! Самое главное, чтобы ваша любовь изо дня в день становилась только крепче. А у нас на этом все. Дорогие телезрители, не забывайте посещать наш официальный сайт семей.тв.кз, где вы найдете все выпуски нашей программы. Ну а я с вами не прощаюсь. Увидимся в следующем выпуске. И пока-пока!